Продолжение следует... 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 То есть это все зависит от региона, от того, как все это лечится. И так, и так на самом деле бывает, да. Раньше на самом деле туберкулез называли чахотка, сухотка, бугорчатка, и все эти названия отражали какие-то симптомы о том, как протекает заболевание. Интересно, что в 19 веке туберкулез, он был довольно-таки романтичным таким заболеванием. И английский писатель Лорд Байрон даже писал, что он в каком-то из писем, что он хотел бы умереть от туберкулеза. И туберкулез очень часто в 19 веке использовался в литературе, в том числе в качестве эпитета. Чахоточный чиновник, чахоточное сложение, чахоточное лицо, даже есть чахоточная луна, которая обозначала, что луна бледная. Но самое, пожалуй, романтичное из всех этих, это в строках стихах плевки золотые чахотки. В стихотворении Хлебникова. От туберкулеза скончались такие известные деятели, как Чехов Антон Павлович, Шапен, Добролюбов, Белинский, Ильф, Наполеон II Бонапарт и другие известные люди. Собственно, теперь посмотрим на статистику туберкулеза в России и в мире. По утверждению главного специалиста по таракальной хирургии и в тезиатрии Ниндзрат соцразвития России Петра Яблонского, к 17 годам 70% жителей России инфицированы туберкулезом. По данным ВОЗ, один больной при близком контакте может заразить 10-15 человек в год. Больных всего туберкулезом во всем мире около 50 миллионов. При этом ежегодно погибает около 2 миллионов человек. Из них полмиллиона это зараженных ВИЧ. И ежегодно ряды больных туберкулезом пополняются на 8-10 миллионов человек. Всего, по данным Всемирной Организации здравоохранения, инфицированы туберкулезом около 2 миллиардов человек. Справа представлен график о том, как изменялось число больных туберкулезом на 100 тысяч населения с 90-го года по 2015-м. Видно, что динамика довольно-таки положительная, но при этом непонятно, как эта кривая изменится, когда закончатся штаммы, чувствительные к антибиотикам. А, ну и, значит, сверху зеленая, это представлены вообще все виды, все случаи туберкулеза, а снизу это среди ВИЧ-инфицированных. И еще немного чисел про туберкулез. Значит, у 10% инфицированных за всю жизнь развивается активный туберкулез. В 2014 году у 480 тысяч человек развился туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Собственно, чем отличается множественная от широкой устойчивости, я потом дальше расскажу. Причем более половины всех этих случаев лекарственной устойчивости приходится на Индию, Китай и Россию. Около 10% случаев множественной лекарственной устойчивости перешли в широкую лекарственную устойчивость. Но при этом есть и положительное значение, что с 1995 по 2015 год от туберкулеза вылечились 85% людей. В общем-то, если сложить, получается, что по статистике для человека, который живет в России, вероятность умереть от туберкулеза за всю свою жизнь 1%. Если сравнить с тем, что вероятность умереть в течение жизни 100%, то вроде немного получается. Ну, в любом же случае вы умрете в течение жизни. Теперь, собственно, о возбудителе туберкулеза. Основной возбудитель микобактериум туберкулезис – это около 98% всех случаев. За оставшиеся 2% взяли на себя ответственность микобактериум Бовис и немного микобактериум Капре. Ну и другие животные, бактерии, вызывающие туберкулез. Таксономическое положение, которое занимает микобактериум туберкулезис – царство бактерия, тип актино-бактерия, класс актино-бактерия, порядок актино-мициталис, подпорядок коринобактерианы, семейство микобактериации и род микобактериум. Далее в основном речь будет идти о микобактериум туберкулезис, но, в общем-то, многие факты, они актуальны и в целом для рода микобактериум. Микобактериум туберкулезис не подается окрашиванию по грамму из-за присутствия в клеточной стенке миколовых кислот. Собственно, дальше я тоже расскажу о том, что это такое. И поэтому окрашивание проводят по цилю Нельсину. При этом сами бактерии приобретают красный цвет, а все остальное – синий. Микобактериум туберкулезис является аэробом и делится примерно раз в 24 часа. Из-за этого довольно-таки много времени уходит при бактериологическом анализе на ее культивирование, чтобы было достаточно в среде. В самых модных средах процесс культивирования занимает от 4 до 14 дней, а на твердой среде от 3 до 6 недель. На сегодняшний день бактериологический метод – это основной тест, который подтверждает туберкулез. Все остальные являются косвенными. Например, проба, манту, флюорография, окрашивание мазка по цилю Нельсину – они все являются лишь промежуточным результатом. А теперь что же касается миколовых кислот. Это такие разветвленные жирные кислоты с 60-90 атомами углерода. Для сравнения, в плазматическом мембране жирные кислоты имеют лишь от 4 до 28 атомов углерода. Состоят миколовые кислоты из двух фрагментов – короткого альфа-алкильного и мерамиколовой основы. На слайде представлены равновидности миколовых кислот. Это альфа, они составляют большинство около 70%, и по 15% – это метокси и кето. Есть данные о том, что модификации вот этих циклопропановых групп, они влияют на верлентность штаммов. Ну, однако, данные довольно-таки разнятся. Миколовый кислот является частью клеточной стенки. Клеточная стенка микобактерий, она тоньше, чем обычно у бактерий. И состоит из двух частей. Нижняя часть, которая ближе к пептида гликану, к плазматическому мембране, она состоит из так называемого микола-арабиногалоктан пептидогликанового комплекса, который состоит, собственно, из пептидогликана, комriasно связанного с арабиногалоктаном, который соединен с миколовыми кислотами. Верхняя часть состоит из свободных липидов, которые могут быть как с длинными цепями, которые будут комплементарны коротким альфа-цепями миколовых кислот и либо короткие, наоборот, цепи, которые, ну, комплементарные, тут в кавычках опять же, которые комплементарны мерамиколовой основе, то есть длинные цепи миколовых кислот. Во все это встроены белки, фосфатидил, азитол, монозиды, стеоцирозодержащие липиды, либо монан, либо липоарабиномонан. При этом среди свободных липидов есть довольно-таки интересные функциональные различные липиды, в том числе один из наиболее известных – это кортфактор, или по-другому триголоза 6-6-3 димиколят. Изначально, когда обнаружили кортфактор, думали, что вот он ключ, который поможет узнать, почему микобактерия в туберкулезе с патогеней. Началось все в 1947 году, когда Гарнер-Миддлбург обнаружил, что веролётные штаммы формируют извилистые тяжи, а в дальнейшем Губерт Блох выделил гликолепид и назвал его кортфактор, поскольку без него такие тяжи не образовывались. И всё было замечательно, пока открывали новые функциональности, находили, правда они иногда друг друга противоречили, но потом всё закончилось тем, что стали выяснять, что кортфакторы есть и у неверлентных штаммов тоже, причём в тех же количествах, что и у верлентных. На этом слайде собраны факты, которые более-менее не противоречат друг другу и подтверждены. В первую очередь кортфактор может образовывать несколько конфигураций. Это монослой, если он присутствует в жире, может образовывать интеркалированный бислой, если он располагается на липоарабиномонане, и либо цилиндрическую мицеллу, если он находится в солевом растворе. Также известно, что кортфактор – это наиболее активно производимый липид клеточной стенки вирулентных штаммов. Он участвует в склеивании бактерий в единый тяж и мешает слиянию фагосомы и слизоцомы в макрофаге. Кроме того, он участвует в индукции воспалительного ответа и токсичен при введении в конфигурации монослоя. Однако последнее, оно довольно-таки спорное, поскольку для того, чтобы кортфактор приобрёл конфигурацию монослоя, необходимо его вводить вместе с жировыми каплями, что не происходит таким образом с заражением. Собственно, теперь о геноме возбудителя. Он состоит из одной кольцевой кромосомы размером около 4,4 миллиона пар оснований и содержит около 400 генов. Геном не содержит плазмид и не показывает горизонтальный перенос генов. Однако в геноме… Это где среди бактерий? Это очень много, им наоборот очень мало. Что это? Я просто не чувствую. Да нет, обычно такое. Да, нормально. Но, однако, в геноме есть последовательности профагов и мобильных элементов. И считается, что в процессе эволюции у микобактерий вообще изначально был горизонтальный перенос генов. Однако затем его не стало. И еще интересный факт, что большая часть генов, около 6%, кодирует ферменты метаболизма жирных кислот. Для сравнения у Еколи таких генов лишь 1%. Считается, что это связано с тем, что в латентный период развития заболевания микобактериум туберкулезис в первую очередь питается именно жирными кислотами. То есть это и является основным их источником углерода. На основе полугеномных анализов выделяют 7 линий микобактериум туберкулезис. Вторая, третья и четвертая считаются современными. Они имеют делекцию района TBD1, которая содержит гены, кодирующие трансмембранные белки ММП-С6 и ММП-Л6, которые есть у микобактериумов ВОВИС. Но при этом у микобактериумов туберкулезис первый ген полностью удален, а второй нарушен. Линии 2 и 4, они ответственны за большую часть случаев туберкулеза в мире. В том числе как за устойчивых к лекарствам, так и чувствительных к лекарствам. Считается, что линии 2 и 4, как отдельные уже линии, появились около 40 тысяч лет назад. Что соответствует первым археологическим доказательствам присутствия современного человека в Европе и Восточной Азии. Также данные полногеномного анализа, филогенетического анализа показывают, что все животные туберкулезы произошли от общего предка с африканской линии. И изначально вообще, я не знаю, сколько времени назад, считалось, что все туберкулезные, они произошли от микобактериумов. Ну, которые вызывают в человека, они произошли от микобактериумов. Однако после полногеномных анализов было показано как раз таки, что изначально был общий предок, который, скорее всего, не был специализирован ни на человека, ни на каких-то других животных. А затем уже, вот есть, соответственно, линия, которая идет к африканской линии человеческой. И уже от этой отдельно были отдельные виды, которые по разным животным специализируются. И уже потом из этой линии часть как раз таки африканских, африканская линия, она перешла с животных на человека снова. Ну, вот, например, считается, что линия первая... А, и все линии, остальные, кроме второй, третьей и четвертой, они встречаются очень редко, и в основном это африканские линии. А у приматов? Что у приматов? А у приматов, что-нибудь известно? У них что? Я не знаю, у чем вальзе, угорилл, у них... Я не знаю, я, кстати, не смотрел этот вопрос. Собственно, теперь о патогенезе туберкулеза. Основным источником заражения являются больные активной формы туберкулеза. До того, как ввели пастеризацию молока, часто происходило заражение микобактериум Бовис через желудочно-кишечный тракт. Собственно, после вдыхания бактерий происходит... Есть два пути. Либо моментально бактерии уничтожаются иммунной системой, либо сначала формируется первичный комплекс из инфильтрата и лимфоузла. Дальше уже все зависит от того, насколько хорошо работает иммунная система и насколько сильно вирулянтен сам штамп, который попал в организм. А вот это всегда в легких или в других местах тоже можно? Нет, это в легких. Изначально это в легких происходит. Если же иммунная система развита хорошо, то происходит стабилизация, возникает некий такой баланс между микобактерией и иммунной системой, и это все переходит в латентную фазу, которая в дальнейшем, как только иммунная система ослабнет, может дать рецидив и, соответственно, перейдет в активную форму. Если же иммунная система сразу не справляется, то развивается первичный туберкулез. А если же иммунная система совсем уж не работает, то тогда микобактериум туберкулезис может выйти в кровь и может развиться так называемый миллиардный туберкулез, когда повреждается огромное число органов сразу. А, ну и в латентный период, в общем-то, в стабилизированном состоянии такая образуется гранулема, и эта гранулема может существовать в течение десятилетий. То есть человек может носить в себе туберкулезную палочку. Собственно, это микроскопический снимок о том, как макрофаг засасывает, в общем, целый тяж микобактерий. То есть они именно вот таким вот образом и выглядят. Для того, чтобы моментально убить микобактериум туберкулезис, макрофагу необходимо, чтобы произошло как минимум слияние между лизосомой и фагосомой, в которой содержится туберкулезная палочка. При этом микобактерийный туберкулезис подвергается активным формам кислорода, например, супероксид аниону, активным формам азота, например, пероксинитриту, лизосомальным ферментам, кислому ПАШ и токсическим фептидам. При этом одним из главных оружий против микобактерийной туберкулезис считаются именно активные формы азота. Было показано, что микобактерии, у которых нарушен протеосомный комплекс, они довольно-таки легко убиваются активными формами азота. И для объяснения этого есть две гипотезы. Либо протеосомы необходимы для того, чтобы уничтожать неправильно сложные белки, которые нарушаются активными формами азота, и которые в случае накопления в клетке убивают ее. Либо же протеосомы необходимы, чтобы разрушить белок, который усиливает действие активных форм азота. В том случае, если же макрофаг сам уже не может справиться с микобактериой туберкулезис, он перемещается к лимфатическому узлу и выделяет хематины, которые привлекают моноциты, лимфоциты и нейтрофилы. При этом ни одни из этих клеток не могут убить микобактериой туберкулезис. И после этого начинает формироваться так называемое гранулематозное очаговое поражение. При этом микобактерия вызывает накопление в макрофагах жировых капель, собственно, которые потом тоже служат питательными веществами для микобактерий. Постепенно макрофаг убивается и формируется казиозный центр гранулемы. Собственно, здесь содержатся и остатки макрофага, и микобактерии, и жировые капли. И все это окружается моноцитами, фибробластами и лимфоцитами. И вот как раз-таки такая гранулема, она может существовать десятилетиями в организме человека. При этом, если же, как только иммунная система ослабнит, данная гранулема может рассосаться, причем механизм до сих пор неизвестен, и тогда туберкулез переходит в активную форму. Теперь о методах лечения туберкулеза. А это известкование, у него тоже говорят, что такое. Про что? Известкование. Ну, это, наверное, что-то типа кальцификации, то что? Да, да, да. Ну, это, наверное, вот это не знаю, но это тоже, да. Вот это туберкулезный гранулем. Да, да, да. Они, скорее всего, еще как-то окружаются дополнительно, наверное, чтобы как раз-таки не предотвратить распространение всего этого. И, в общем-то, на самом деле, если иммунная система хорошо развита, то в дальнейшем эта гранулема может, в общем-то, я не знаю, может быть, просто микобактериум не выживает, ну, через какое-то время, то есть все-таки он сдается, потому что там нету кислорода, кислая среда, в общем-то, среда довольно-таки негативная для него. Но, возможно, когда-то она сдается, и затем это заживляется, и просто образуется фиброзный такой след. История лечения туберкулеза начинается с далеких 400 лет назад, 400 лет до нашей эры, когда Гиппократ, в общем-то, предлагал очень простой метод лечения туберкулеза. Оставить пациента в покое, дать ему правильное питание, и чтобы он пил много молока. И, в общем-то, стоит отметить, что про молоко довольно-таки часто вообще говорили для лечения, ну, раньше в первую очередь. Через 200 лет не особо изменилась ситуация. Пациента точно так же там садили в чистую подземную комнату, давали ему лекарства из ященевой крупы, и для богатых предлагали ехать в Египет в поисках, в общем, сухого воздуха, что, естественно, ну, как бы замедляло старение. Но самый, пожалуй, прикольный способ лечения туберкулеза, это с 11 века стало модно так называемое излечение прикосновением короля. Король располагал руку над пациентом и говорил, король касается тебя, а бог тебя излечивает. И, в общем-то, вроде говорят, даже находились излечившиеся. А самое интересное, что со временем, на самом деле, короли даже получили некие специализации. Вот этот король, он там ответственный за психические расстройства, это там за одни, за другие. В 16 и 17 веках попробовали лечить туберкулез серой, мышьяком, хтутью и всеми типами растений, которые только находили. В 19 веке продолжили пытаться лечить мышьяком, танином, йодом, с маляными ингаляциями, криозотом и спиртом. Также считалось, что малярия является антагонистом туберкулеза и отправляли в Рим или Венецию, где была распространена малярия. Настоящим прорывом стало это, когда в 1860 году стали появляться первые санатории. Помимо того, что это давало свежий воздух и хорошее питание пациенту, как, в общем-то, это было и 400 лет до нашей эры, помимо этого, это самое главное убирало пациента из общества, то есть им меньше происходило распространение заболевания. В 1888 году появился первый хирургический метод лечения путем создания искусственного пневмоторакса. Когда легкое протекали, оно схлопывалось, и, соответственно, по-видимому, потому что становился там малокислорода, лекоматурный туберкулезис либо совсем погибал, либо медленнее развивался. А в 1907 году стали еще дополнительно удалять поврежденную часть легкого. В 1920 появилась вакцина БЦЖ. В 1943 выделили первый антибиотик для лечения туберкулеза с криптомицин. Позже выделили параминосалициловую кислоту, изаниазит, рифампицин, перизинамид, этамбутол и другие основные на данный момент антибиотики для лечения туберкулеза. Естественно, с появлением антибиотиков процент излечившихся стал гораздо больше. На сегодняшний день выделяют три ряда антибиотиков. И с повышением рядности уменьшается их эффективность, усиливаются побочные эффекты и сильно повышается цена таких антибиотиков. К первому ряду антибиотиков относятся этамбутол, изаниазит, пирозинамид, рифампицин и эстратомицин. Ко второму ряду относятся аминогликозиды, амикоцин, кономицин, полипептиды, каплиомицин, биомицин, энвиомицин, флороквинолоны, цифрофлоксоцин, левофлоксоцин, моксифлоксоцин и другие. А третий ряд, они не имеют особо клинического эффекта, для них не доказан. И вообще они довольно-таки сомнительные. То есть это уже такой последний ряд с последней надеждой для пациента, когда уже все остальные наблюдаются устойчивости. И на сегодняшний день лекарственная устойчивость – это одна из основных проблем в туберкулезе. Выделяют множественную лекарственную устойчивость, когда изолят устойчив минимум к изаниазиту и рифампицину, а широкая лекарственная устойчивость – это то же самое, что включает как множественную лекарственную устойчивость, также устойчивость к одному из флороквинолонов и еще к одному из препаратов второго ряда. На сегодняшний день применяют терапию сразу многими лекарствами. И на слайде представлен один из курсов лечения, который, собственно, рекомендован у нас в стране, и также за рубежом примерно такие же курсы применяют. Итак, это курс для первичного туберкулеза. Сначала два месяца ежедневно принимается изаниазит, рифампицин, перзинамид и этамбутол. Ну, один из препаратов может быть заменен на стриптамицин, если наблюдается к другим какая-то устойчивость или аллергия. Потом еще четыре месяца ежедневно принимается изаниазит и рифампицин, и потом четыре месяца уже более простые, такие три раза в неделю изаниазит и три раза в неделю рифампицин. И, в общем-то, эти курсы, они могут отличаться в зависимости от устойчивости различных, от того, есть там какие-то аллергии, от побочных эффектов, потому что препараты против туберкулеза, они вызывают такие нехилые, в общем, побочные эффекты, что народ там, в общем, с ума сходит от них. И стоит отметить, что стоимость лечения обычного пациента, у которого нет никаких устойчивостей, и стоимость лечения больного туберкулезом с лекарственной устойчивостью различается примерно в сто раз. То есть, поэтому на сегодня эта проблема с лекарственной устойчивостью, она становится еще важнее. Одним из вопросов лечения лекарственной устойчивости является, то возникают мутации, ведущие к лекарственной устойчивости ДНОВА, каждый раз у нового пациента, или же заносятся эти изоляты каждый раз, то есть, они курсируют между разными пациентами. И, по-видимому, ответом на этот вопрос является то, что имеет место и то, и другое. При этом, скорее всего, заражение изначально происходит уже сразу многими вариантами микобактериям туберкулезис. При этом мутации, которые ведут к лекарственной устойчивости микобактерий, они чаще всего нарушают приспособленность микобактерий к среде, то есть, к той же иммунной системе. И, например, если произошло заражение сразу многими типами, изначально мы можем и не видеть вот этих микобактерий, которые устойчивы к каким-то антибиотикам. Затем, когда мы начинаем интенсивно лечить пациента антибиотиками, эти микобактерии, которые с лекарственной устойчивостью, они, например, медленнее размножаются, но при этом зато не выживают. И таким образом получается, что они остаются. Так вот, например, в работе 2014 года, в которой The Road to Brack Resistance, провели 42 посева из одного и того же пациента и наблюдали, как в пробах НГС появляются все новые и новые мутации, идущие к лекарственной устойчивости. И теперь, собственно, тема тюремный туберкулез. Слева вы видите фотографию из статьи журнала British Medical Journal с Impact Factor M17. А это, собственно, фото из тюрьмы Тулы. И причем стоит отметить, что фотографии российских тюрем, они, в общем-то, по популярности в статьях про тюремный туберкулез идут на втором месте после африканских. Ну, собственно, что соответствует статистике того, как вообще тюремный туберкулез развит. Вообще, согласно исследованиям, частота тюремного туберкулеза у заключенных в 3000 раз выше, чем у свободных людей. При этом Всемирная организация здравоохранения говорит, что частота туберкулеза у заключенных всего лишь в 10-100 раз выше. Для России это значение около 200. Кроме того, утверждается, что в тюрьмах довольно-таки большой процент штаммов с множественной лекарственной устойчивостью и широкой лекарственной устойчивостью. Все это вызвано тем, что тюрьмы чаще всего переполнены, там нет, естественно, освещения, плохая вентиляция, плохое питание, ВИЧ распространен и довольно-таки неадекватный подход к лечению и отсутствие скринингов. По данным одного из исследований, процент случаев туберкулеза, обусловленных переносом и стюрем, в остальную часть общества около 8,5%. Итак, вот мои чахоточные выводы по этой лекции. Туберкулез является вторым после ВИЧ-заболеваниям, убивающим людей. Как неромантично умереть от туберкулеза в 21 веке? Это фраза одного из туберкулезных больных, который хорошо охарактеризует ситуацию. Проблема туберкулеза в России одна из самых острых в мире. В мире появляется все больше лекарственных устойчивых штаммов. Пока нет ясного плана, как бороться с лекарственной устойчивостью. Туберкулез в тюрьмах является одним из рассадников туберкулеза, в том числе туберкулеза с множественной широкой лекарственной устойчивостью. Туберкулез в первую очередь является социальным заболеванием. Все, спасибо. В среднем по миру получается 130, человек на 100 тысяч населения. Но это в среднем. Ну, соответственно, если... Это в активной форме, да? Да, это в активной форме. То есть инфицированы, ну, то есть я говорю, это около 70%. Некоторые вообще говорят, что это абсолютно все у нас в России инфицированы уже к 17 годам. А это именно в активной форме. А, ну вот, да. А, соответственно, если говорить про тюрьмы, то это в 10-100 раз больше. То есть в зависимости от разных регионов. То есть это, соответственно, может быть и 1300 больных на 100 тысяч. И может быть и 5000. То есть это довольно-таки большие там числа. Но стоит учитывать, что естественно, вот так вот взять и выборку найти там сразу 100 тысяч тюремных заключенных, еще и больных с туберкулезом, это не так-то просто. То есть все эти значения, там 5000 на 100 тысяч больных туберкулезом в тюрьме, они получаются, да, путем пересчета. Да, поэтому на самом деле, вот когда в исследованиях там говорится, что в 1000 раз, это да, довольно-таки. Так, пока я не забыл. Слушайте, а что, БЦЖ ничего не гарантирует? Да, вот объясните мне про БЦЖ. На самом деле, БЦЖ... 60 лет? Да. Нет. БЦЖ, оно, в общем-то, неплохо помогает. Во-первых, оно снижает детскую, детский туберкулез, во-первых. А во-вторых, оно как раз снижает экстра... экстралё... как это? Внелёгочный туберкулез. Да, то есть, на самом деле, если посмотреть, вот, статистика по внелёгочному туберкулезу, когда мы говорим про... не помню, где это было... про то, что там до 50% случаев, это, причём, в американских штатах, где нету БЦЖ прививания. То есть, у них БЦЖ делается только для группы риска. Вот. А если в России смотреть, то это вот 20%. У нас БЦЖ обязательно. Да, у нас БЦЖ... Нет, кстати, не обязательно, можно и отказаться. И многие, на самом деле, сейчас отказываются, и тоже это, на самом деле, вопрос, что дальше будет. Вот, видите, знает. Я ещё не в курсе. Вы обязаны получить согласие родителей, да? Да, но родители у нас... Нет, члены... Да, я хочу, чтобы... Да. А, пожалуйста. А реакция МОНТУ... Так... Практически у всех детей... Нет, на самом деле, она тоже не бессмысленная. То есть, ну, во-первых, там очень важно, чтобы это правильно смотрелось, потому что есть... И реакция МОНТУ, она проявляется, если там создаётся уплотнение, и уже именно диаметр уплотнения меряется. Просто я вот тут тоже недавно слышал, что некоторые берут и меряют покраснение. Покраснение, оно и так, и так может возникнуть. А важно это то, как вот эта пуговка, так называемая, возникла, и какого она размера. И, собственно, естественно, там есть очень много ложноположительных результатов, но это является промежуточным таким анализом. И если там очень большая, получается, эта реакция, то очень высока вероятность, что заражение есть. Но этот скрининг обязательный, проявлено всегда, да? Или нет? Или тоже опять там же? Они вмещают, входит в такой последний инкоп, что все эти приобятные проверяли, и перед этим они спускают нет ключевых изменений. Так, Алюш, пожалуйста, извините, сейчас. А вот есть у кого-то количественная оценка состояния моносистемы, когда, можно сказать, да, моносистема плохая, может повыситься риск туберкулеза? Я имею в виду, ну да, при ВИЧ, например, моносистема... Эх, не дали мне ответить. Можно предсказать? Если на самом вопросе, что такое плохой витебный инкоп, ну, я думаю, такого порога нет. Тут есть только порог, либо ВИЧ-инфицерин, либо не ВИЧ-инфицерин. Нет, это понятно. У человека с ним, неизвестный инкент. А что такое, в этом случае снижение инкент, которое может дать того, чем туберкулезу? Ну, пожалуй, нету таких прям точных данных, чтобы вот прям точно сказали, что вот с этих пор у тебя может развиться активный туберкулез. на рентгене, на самом деле оно не отображается. А вот, кстати, что-то я не подумал над этим вопросом. А, от больных, а, понятно. А потом прикидываешь, что на каждого активного должно приходить 100 кто-лиц. А может, и еще кто-то? Наверное, да? Потому что, как бы, методов-то нет, чтобы вот так вот видеть. Не, ну да, если туберкулезом заразиться, там неплохо похудеешь. То есть, они специально что-то употребляют, или что? Да, естественно, они перестают есть. И дальше попадает, ну, и все, что называется. А, ну да, нет, ну, естественно, на самом деле плохое питание, это один из поводов, да, для развития туберкулеза. Потому что, да, ну, как бы иммунная система снижается, и, соответственно, и пошло. А вот, какова вообще вероятность туберкулеза, если ты, там, не в тюрьме? Вообще, с этими людьми, которые болеют, они же на месте садят какие-то больницы, они там находятся, или они... Как вы уже садят? Они по утрам ходят. Садили, да, они тоже ходят. Да, можно. То есть, тут действительно вопрос скорее... Ну, вот это на самом деле хороший вопрос. Скорее всего, это привело к этому разгильдяйству. Потому что дают, допустим, пациентам, вот пациент приходит в тубдиспансер, ему дают лекарство и говорят, вот на, принимай. Он ушел, и никто за ним не следит. А принимает ли он? Он там принял раз в неделю, принял два в неделю. А как бы при этом, как раз таки получается, что не убивается... Ну, как известно, да, если антибиотикам полностью не пролечить, то как раз таки появляются устойчивые. И, в общем-то, это один момент. А другой момент, это как раз таки в тюрьмах то, как у нас... Вот только, я так понял, сейчас начинают вводить вот эти скрининги на лекарственную устойчивость. А так до этого никто даже не проверял. Вот он освобождается из тюрьмы. Никто не проверял, а вообще он продолжает болеть туберкулезом, или он вылечился. И просто выпускали всех. То есть, точно так же все посетители приходили, и они могли передавать этот туберкулез дальше. Но это никто как бы не контролировал. Поэтому, скорее всего, именно это. Да, да, там-то вообще не контролируют. Ну да, на самом деле, даже еще есть вот такое. Я так и не нашел. Ну да, да. Там печенку-то не кило. На самом деле, есть еще даже такое предположение, что, в общем-то, когда человек болеет туберкулезом, ему ставят инвалидность. И по инвалидности он получает некоторые деньги. И, в общем-то, большинству людей, ну, как бы считают, ну, туберкулез, ну, как бы немножко поболел, да и все. А при этом он не лечится, не принимает таблетки, ему платят деньги, ну, и потом он подыхает. Вот и все. Да, еще были вопросы. А можно, пожалуйста, еще, знаете, там, крутим, где трехмерная такая фотография, как макрофакт воплощает тяш? Вот такая красивая. Да. Я просто не очень поняла, где там тяшу делать. Зачем? Да, молодой. Вот, собственно, вот это... Желтенькая, это, вот, каждая вот эта палочка, это отдельная микобактерия. И они, вот, собственно, в первую очередь за счет этого кортфактора, они все между собой связаны в тяш. Да, вот этот тяш. А вот справа синий, это макрофакт, он как раз-таки и засасывает. Он, получается, вытягивает тюнк. Да, да, да. То есть, вот, желтый тяш. Да, да, да. Причем, то есть, их там, ну, видно, что их очень много там. Он не вытянет, сам надеем, по-ускоростям. Так, вы, пожалуйста, сделайте, пожалуйста. Я хотел бы спросить о скрининге. Вот это сейчас, я, поскольку знаю, их высаживали на чашки, понятно, но они растут, по-моему, в месяц. Да, да, да. Да? Вот там очень долго. И какие-то движки идут, есть ли что-то на своем месте? Ну, вот игры сейчас, вот, есть некоторые среды, уже не твердые, а, ну, я не знаю, честно говоря, чем они отличаются, но они позволяют расти, наращивать, там, ну, что там, говорю, по-моему, сейчас. Вот, от 3 до 6, нет, от 4 до 14 дней. Нет, там довольно-таки мало получается. Поэтому, да, необходимо сначала культивировать. И если просто, вот, смотря, растет, не растет с антибиотиками, все, она, это, вот, есть на сегодня. Да. Ну, я хочу спросить еще по поводу, значит, кризиса и всего такого. Вот эти бесконечные плюорографии, которые мы сейчас проходим, это вообще насколько эффективно и показательно, с какой степени, там, начинается уже, прям, совсем клинически больным? Ну, я точных цифр не скажу, насколько там, но получается, что, на самом деле, тут, наверное, зависит от того, сколько эти туберкулезные больные обычно живут, но, я так понимаю, год, наверное, без лечения еще можно продержаться. Ну, вот, собственно, и получается, мы, там, допустим, обычно раз в год как раз и делаем эту флюорографию, и если у тебя уже активный туберкулез, то есть, вот, видно, как вот здесь вот такая небольшая гранулема, да, то есть, здесь видно всего лишь одно пятнышко, то есть, это, в принципе, не сильно развился еще туберкулез, ну, и, в общем-то, оно выявляется, поэтому, я думаю, обязательно флюорография, она тоже неплохо снижает число туберкулезно-больных потом. Так, все? Ну, если только уже харкать там началось. Нет, ну, да, кашель там с харканием идет, и тогда, вот, как раз, да, уже делают бактериологическое. Да, надо же, не просто, просто так же человек не будет ходить, ходить, потом коп пойдет и проверится. Необходимо, чтобы у него были какие-то, хотя бы, подозрения на это дело. Нет, подозрения из-за субтеприкальной температуры постоянной, кашля, и так далее. Ну, да, вот ему могут, там, наверное, не знаю. На самом деле, вот, окрашивание по Целинельсину, оно проводится, там, ну, в течение 24 часов. То есть, просто берут, высевают, ну, точнее, не высевают даже, а просто окрашивают это по Целинельсину и дальше смотрят. Но, опять же, это тоже не стопроцентное, поскольку окрашиваться по Целинельсину могут не только микобактериам туберкулезис, но и другие, эти кислотноустойчивые бактерии. Правильно, я не знаю. Вот, у меня, значит, двух процентов, это вы говорили, которое вызывают другое... А, да, да, да. Это вы говорили по всему миру. Да. А в инде, что там делается. То есть, как последний раз, безвещевные коробки, можно рассматривать, как бы... Вот, не знаю, кстати, у меня есть просто различающая статистика для африканских стран и всех остальных. Вот, собственно, я привел как пример на 2%, а на самом деле дело в том, что в африканских там даже этот процент ниже. Он 1,4%. Я думаю, это связано с тем, что там просто туберкулеза больше обычного. А вот в остальном мире это 2,8%. Вроде как-то так вот. Хорошо, просто такой интересный вопрос. А вот с вами устойчивость в самой скотине. Аборигенные породы и современные породы, вот, сфиксированные на мясо, молока, они как в вами устойчивость? Вот это тоже, на самом деле, сказать не могу. Я только знаю, что тоже в 90-х годах, когда там все это происходило, на самом деле, сгидейство было не только в медицине, но и в ветеринарии. И они там тоже этих коров не особо грамотно лечили. Да, вот, пока это конкретно я не смотрел. Вот с прямой там интересная история. Куда у нас все успеха поднял? Так, еще вопросы есть? Нет, все, спасибо.